Всем доброго времени суток! У нас утро начинается, и вот так вот я решила показать. У нас солнышко встает с этой стороны. Слава Богу, пришли солнечные деньки, и все повылазили в огороды свои, начали убирать. Ну и мы, конечно, точно так же, вот так вот я вам показываю, немножечко мы прибрали мои розы, пострадали, как и все, наверное, без солнышка не может расти. Ну, понемножечку восстанавливаемся, и понемножечку, понемножечку начинаем закладывать бутоны, и начинают цвести. Надеюсь, что все будет расти. Ну, а вот так вот выглядят мои орхидеи, мой маленький небольшой цветочный рай. Давно я не гуляла, не показывала. Ну, и вот начну, наверное, с вот этой вот красавицы. Ее все любят. Моя така. White bed plant. Я ее поставила вот так вот. Она у меня сейчас со мной здесь. И красиво-красиво, она, конечно, разрослась. И вот три цветоноса. Эти замечательные усы. Большие листья нарастила. Да, хочу сразу вам сказать, что не удалось мне отправить подарок, как я не старалась, как я не пыталась. Не захотели пропускать, не знаю, или усилился контроль. В общем, не получилось у меня отправить подарок. Так что вторая живет со мной. Маленькая моя white bed plant. Кто не знает, у меня есть отдельное видео по ней. Вот такое вот. Очень много деток нарастила. Она, кстати, тоже пострадала и от дождя. И нарастила новые ростики. Ну, в общем, дожди, конечно, когда солнышка нет. Все страдает. Все. Всем нужно солнышко. Обожаю. Просто обожаю. Это растение. Очень красивое со всех сторон. Со всех. Ну, так вот буду, наверное, по ходу действия, да, что-то. Это вы уже видели. Это еще цикнодес тоже продолжает. Еще есть немножечко цветочков. Что из новенького? Вот эта вот красотка расцвела. Очень необычный цвет у нее. Я ее купила, наверное, в том году. Опять же, из-за вот этих вот. Тут вот и крапушки, и полосочки, венки. Ну, вот понравилась она мне чем-то. И вот так вот наросла. Нарастила она у меня вот этот новый ростик. Наверное, сделала. Что-то я как-то сильно увеличила. И вот здесь вот, смотрю, еще растит. Вырастила одновременно еще. Новый рост. И там тоже закладываются бутончики. Так вот. В две стороны. По два цветочка. Чтобы никому не было обидно, да. Чтобы все видели. Ну, название у нее это... Не знаю, если я смогу достать. Наверное, не смогу. Такое вот название. Так как-то у меня такое какое-то... Все сиренево-розовое сейчас. Эту яркую звездочку вы видели. Ну, а здесь вот такие вот длинные-длинные цветоносы. Растит моя Лилиан Цепс. Очень длинные. Ну, надеюсь, она их раскроет. Нужна ей большая влажность. Сейчас нужно опрыскивать, чтобы бутоны не склеивались. Я ее убрала с моего гринхауса. Потому что я немножечко обновила. Понасыпала там камушков. Ну, в общем... Так, а что у нас? Из новенького. Перине. Красотка продолжает свистеть. Да, она у меня пахнет. Кто-то мне сказал, что она не пахнет. Ни у кого не знаю. У меня пахнет очень-очень приятно. Обалденный нежный аромат у нее. Это я поставляла пенопласт, чтобы цветочки немножечко разделить между друг другом. Чтобы было красиво. Так, ну, это еще одна сиреневая красавица расцветает. Файнал блю. Финальная голубая. Она у меня всегда очень пышно цветет. Ну, вот первый цветоносик. Там вот еще есть бутончики. Она так разрослась уже и во все стороны понемножку, понемножечку расцветает. Так вот я себе поставила в эту сторону цветочки. Так вот, чтобы все было красивенько. Это вот такое вот, ну, небольшое разочарование. Ну, первый цветок, это, знаете, это одна из первых моих котлей, которых я собирала из маленьких-маленьких деток. Ну, и вот такое вот получилось. Она неоднократно была пересажена, все больше вазоны. И вот так вот она себе росла-росла. Здесь, смотрю, даже есть еще чехол. Ну, посмотрим. Ну, расцвела она вот так. И вот такое вот у нее название. Блю Тайвань. Я когда-то делала вот такие вот фотографии, распечатывала. В общем, вставляла в каждую орхидейку. Ну, когда это только начинала, когда у меня не было их столько много. И вот так вот она расцвела. Ну, я... Посмотрим. Я, конечно, немножечко так вот в таком небольшом недоразумении. Ну, посмотрим, что с этого получится. Посмотрим, посмотрим. Ну, что еще? Моя Франч Роуз тоже. Солнышка не хватало. И она так вот очень-очень печально раскрывает бутоны. Не, хотя, знаете, вот не хочется ей не цвести, не пахнуть. Ну, тоже мои дендрофаленопсисы пострадали прошлой зимой. И они все-все понемножечку, понемножечку отходили. Ну, посмотрим. Ну, это моя обещанная на 4 цветка. Все-таки, когда меньше цветов, они крупнее. Ну, а... Когда один цветок, он крупнее, когда много цветов, они мельче. Ну, и вот сейчас вот у меня 4 цветка на вот таком вот небольшом растении, я считаю. И цветы, конечно, конечно, не набрали своего полного размера. Это Amazing Thailand. И она, конечно, красавица. Когда у них постепенно-постепенно начинают сейчас окрашиваться цветы полностью. И потом выделяются такие вот треугольнички. Ну, в общем, постепенно она набирает свой цвет. И становится красавицей просто здесь ярко-желтые треугольнички. Здесь более сиреневые. Красивая. Очень красивая котлея. Орюшистая такая прям губа. Красивая. Ну, она еще наберет свой размер. И покажет полностью свои цветы. Как же красиво, когда солнышко выходит. Все начинает играть другими красками. И, конечно, хочется жить. Хочется что-то делать. Хочется ковыряться в огороде. Так вот даже и овощи. И фруктов у нас мало. У нас цитрусовые пару деревьев. Но, конечно, ничего не росло без солнышка. Ни помидорчики, ни огурчики. Все как-то лето у нас пролетело. Пролетело. Говорят, что за последние 20 лет такого не помнят, чтобы было столько дождей. Ну, вот так вот, в общем. Когда солнышко, все радуются. И работа начинает кипеть у всех. Это я развернула цветочек. Потому что он как-то изогнулся. Такой яркий-яркий. Мне когда-то дали отросточек в нашем клубе. И я даже не помнила, что он такого яркого цвета. Вот такое вот название. И он постепенно тоже вот так вот цветочки открывает. Красиво цвел, когда был большой кустик у хозяйки, помню. Да, ну вот единственное, что я помню, что он был очень пышным. И так вот дитковался. Ну, я не помню, а какой цвет. Странно, да? Ну, ладно. Бывает. Это еще малышок мой. Дендробиум так и цветет. Он, конечно, очень-очень симпатичный. Здесь у меня мои огромные цимбидиумы. Ну, а здесь катасетумы висят. Кто-то еще набирает цвет. Бутончики растут. Ну, а моя первая уже... Мой первый катасетум уже отправился на покой. Я его не поливаю, поставила под крышу. Ну, вот, кстати, вот этот вот ни разу тоже не цвел. Говорят, что, да, если не цветет, то нужно прощаться с ними. Ну, не знаю. Вот я все жду. Вот даже на примере вот этой я не знала, что это у меня будет. И она у меня тоже не цвела ни разу. И вот в этом году с этой стороны один цветонос, а с этой даже два с одной псевдобульбы. и вот он тоже ни разу не цвел. Ну, посмотрим, что это будет. Здесь, знаете, что я стангопею пересадила. Кто помнит, у меня единственная стангопея. Она такая желтенькая, красивенькая. И вот я когда-то гуляла с собачками и смотрю дерево. В общем, такое вот дерево, с такой вот... Ага, такая кора у него отслаивается. И я решила оторвать эту кору. Ну, не оторвать, она отслаивается слоями и сама даже падает как будто как бумага. И вот я положила на дно и очень ей понравилось. Вот я, кстати, нашла еще кусочек. вот так вот выглядят такие вот слои. Ну, в общем, я себе положила просто в горшочек и думаю, что все будет хорошо. Натуральная пересадка получилась. Ну, смотрю, что ей очень понравилось. Это моя гангора. Ну, а что из моих малышей? Это у меня такая вот креативная полочка, да? Моя Хараела ретрокала маленькая распустила. Здесь цветочек. Такой большой цветочек. Ага, по сравнению с кустиком, да? Красивенький. И что еще расцвело? Вот 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 такой вот ангрекум начинает цвести. Кто не видел мою вот эту вот посадку? В общем, вот такая вот у меня посадка. И я играюсь, когда у меня настроение ну, уже давно не игралась, конечно, давно не высаживала. И вот такие вот маленькие цветочки, это только они открываются. Я, конечно, не могу дождаться, когда полностью вся эта картинка зацветет. Так, название вот такое вот. ангрекум здесь течу. Не знаю, есть ли еще бутончики. Ну, посмотрим. Пока что вот так вот. А, да, вот вижу, еще растит. Растит она бутончики. Класс. Очень-очень здорово. И вон, кстати, в конце, вон-вон-вон, видите, вот это вот уже довольно-таки немаленький был он намного меньше. Мой white bed plant маленький, который я хотела отправить. Я его даже запаковала и на почту носила, и на одну, и на вторую, но, к сожалению, вот так вот. Ну, а здесь, 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 здесь ничего интересного. Не растет и не цветет. Это, кстати, моя тилансия. Тилансия Суанэя она называется. Я ее когда-то купила, и так вот она у меня продолжает расти в таком кокосовом орехе. И такие вот четыре ярких цветочка выпустила. Класс. Кстати, вот это вот первый раз у меня набирает такая вот тоже длинная стрелка. не знаю, что-то получится самой интересно. Вот такое вот название. С маленького-маленького тоже я ее ращу. Ну, и вот наконец-то она доросла. Ну, надеюсь, расцветет. конечно, что Лаэлия Анцеп, что Супер Биенс, они все очень-очень такие длинноногие красавицы. Ну, посмотрим, что из этого будет. Длинные, конечно, цветоносы. Да, вон, кстати, мой Катасетум, который потихонечку, потихонечку уже начинает засыпать. Я его под крышу так вот повесила, и он будет понемножечку засыпать. И вот так вот выглядят сейчас внутри мои гринхаусы. Я насыпала камней, положила себе парочку вот таких вот, когда дожди, чтобы можно было наступать, и не было больно, и не было мокро. и вот так вот выглядят мои растения. Что-то начало расти. Еще раз повторюсь, конечно, наши дожди, это пострадали, и не было такого солнышка, и не было много радости ни у кого. ну, в общем, вот так вот. Вот здесь вот еще одна у меня вот такая вот, видите, да, вот такой вот цветаноз, еще один, и вот так вот он тянется и тянется, и это обычная шамбургия. это у меня гибрид маленький тот, а это вот она. Здесь у меня даже маленькая фиалочка расцвела, ну, так вот внизу, и вот видите, вот хотела, растила, растила цветоносы, но переизбыток воды, недостатка солнца, и вот так вот реагирует орхидея на это. Да, кстати, вот эксперимент, я очень боялась, но все-таки решилась, это цветет моя ванда, она у меня была, вот, наверное, в предыдущем видео, кто помнит ее, моя самая-самая длинная, вот я рассказывала, она вот так вот росла, вот так вот она росла, и вот там вот ее конец, вернее, ну да, ну, в общем, я ее чикнула, она выпустила, она была цвела на один цветонос, и потом выпустила второй, и я, конечно, возила ее на наше очередное заседание, и решила, что это просто невозможно делать, она очень-очень длинная, и я, в общем, ее разрезала, оставила ей 3-4 корешка, и не отделяла, она просто вот так вот была сверху, и она продолжала, продолжала, я думала, что она остановит распуск своих бутонов, рост, но нет, она их растила, она их начала распускать, то есть я решила, что ей как бы все нормально, у нее там наверное 4 корешка я оставила, и вот так вот я их намочила, и засунула в корзиночку, получилось так очень-очень неплохо, и ну и вот эта вот часть сейчас находится в таком состоянии, посмотрим, что с ней будет, может быть выпустит парочку деток, посмотрим, у меня сейчас на удивление конечно мои ванды почему-то начали выпускать у меня деток, вот так вот видите, да, это одна из них, потому что конечно эти лысые стволы мне не очень нравились всегда, ну и парочку ванлечек у меня начали выпускать, вот здесь вот еще одна видите, да, маленькая детка, там кстати даже еще одна на стволе растет, это здорово, ну а эту ванду я конечно очень люблю, у нее очень-очень замечательный аромат, очень красивая, это папилио, папилио, нанда, вот такая вот это гибрид, ну очень красивые, огромные цветы, здесь вот кстати, если кто помнит, у меня по наследству передавалось, передавались мне котлеи, сколько уже лет назад, и они не цвели, и вот я смотрю, что в этом году есть какие-то закладки, есть какие-то чехлы, что-то что-то все-таки расцветет, долго они приживались, ну посмотрим, это кстати мои маленькие два бульбофилума, я над ними не дышу, всегда мне очень хотелось их иметь в коллекции, его, вернее, это один бульбофилум, просто я себе оставила два таких вот маленьких вот такой вот бульбофилум, никогда не видела его в живую цветение, но смотрю, что растет он у меня вот такую вот маленькую бульбочку, ну вот с мизинцем, да, видите, маленькая она, но цветение у нее очень интересное в этой орхидее, здесь тоже начинает набирает еще цветонос, все-таки когда уже взрослая орхидея, она постоянно цветет, цвел уже этот бульбофилум у меня пару месяцев назад и вот опять солнышко выглянуло и он опять радуется солнышку, ну и маленькая моя тепличка, тут точно так же ничего пока что не цветет потихонечку потихонечку мы растем туда же какие-то цветоносики растут но это все я же говорю это все так знаете посмотрим что-то может быть откроется порадует меня это мой спесиозум стоит водички и вот так вот постепенно растет попросили меня показать тоже блочников ну ну не знаю ну что ну вот так вот они себе постепенно постепенно ничего ничего интересного для меня когда не цветет как-то ну смотреть на кустики вот единственное что мой сатанум опять мне кажется 17 цветоносов я насчитала но он их долго растит уже наверное пару месяцев и будет еще их растить и растить очень долго очень долго он их растит и тут тоже тут тоже ничего интересного ну конечно интересное на наш взгляд все интересно да нам все интересно смотреть у кого-то рассматривать это кстати мои три малыша я когда-то покупала фласку и оставила себе три малыша это серного елоу желтая форма ну вот такие вот они маленькие ну растут 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 так что что-то что-то меня удивляет лутиола тоже никогда у меня не цвела ну смотрю начала расти посмотрим есть конечно котлеи непонятного ну вот иванагара вот она опять вот зачем она растет второй ростик на ростике ну вот не знаю вот кстати на этой стороне точно так же лилия голодиана никогда тоже не цвела так вот она растет растет и ну вот зачем она вырастила второй лист не знаю ну вот иногда конечно удивляют 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 орхидеи ну пока что здесь ну вот ничего не цветет ну что показывать ну ну вот так вот все у меня растет и растет кстати очень долго очень-очень долго держит он уже понемножечку увядает трихоглотис атра пурпуре ну еще держится цветочек ну очень долго вот что еще из интересного я никогда не видела в Австралии ни у кого просто цветущий этот дендробиум синили хотелось мне его я его покупала он такой конечно несчастный несчастный был ну вроде бы как принялся сказали что ему нужно очень много солнца и вот даже нарастил у меня парочку новых ростиков и я не знаю ну я вот по картинке вижу что цветы конечно он выдает со всех сторон это картинка предыдущего хозяина так вот он ее продавал потом я году его купила на очередном нашем автобусном путешествии с нашим клубом и я вот смотрю что здесь какие-то очки неужели это у меня цветочки будут я конечно не знаю но красиво роса все-таки проникает через сетку и цветы все равно орхидеи все равно видите да вот влажность по утрам вот горшочек какой искрится весь класс ну так вроде бы прогулялась такое незапланированное видео много нового ничего не цветет но что-то все равно кто-то что-то увидит полезное для него я знаю что мы все равно что-то где-то у кого-то видим и берем себе на заметку вот моя деревяшка тоже понемножечку растет там фаленопсисы ну в общем вроде бы все показало будем ждать цветения у нас осень всегда очень любила осень поэтому даже здесь в Австралии она солнечная и все равно я люблю осень я родилась осенью ну а праздную сейчас день рождения весной здесь у нас все наоборот поэтому всем желаю солнечного солнечного настроения орхидейки будут радовать в основном конечно у всех сейчас весна всем солнечного настроения всем цветения и конечно мира красавица все равно кстати 스터